Январь оказался слишком облачным, поэтому наблюдение за космосом в Рязани стало практически невозможным. Но уже в феврале наши астрономы-любители проведут первые вечера так называемой тротуарной астрономии с учащимися школой из Подвязья, расположенной в Рязанском районе, где сейчас установлен компактный планетарий. Смотреть, во-первых, Луну, созвездие так называемого зимнего пятиугольника, то есть это Орион, Сириус, то есть то, что сейчас будет видно вплоть до марта, и все то, что сопутствует этим созвездиям. Это туманность Ориона газопылевая, которая прекрасно видна в телескоп и даже в небольшой бинокль. Будет видна и туманность Андромеды. Причем, если смотреть в достаточно хороший телескоп, дымка туманности будет иметь зеленоватый окрас, а с применением фотоаппарата можно увидеть и красные оттенки. Одним из ярких событий этого года может стать появление кометы, открытой в прошлом году. PanSTARS C2021-03 будет в зоне нашей видимости в апреле-майе этого года. Параметры ее орбиты таковы, что она достаточно близко пролетит от Земли, но это не значит, что какую-то угрозу она себе представляет достаточно близко. Это то, что мы ее сможем увидеть, ну скажем, в бинокль, в хороший бинокль, в телескоп, а возможно даже сделать какие-то фотографии. Пока точно предсказать, насколько яркой для наблюдения станет комета, нельзя. Но астрономы верят, что этот небесный объект подарит наблюдателям море эмоций. А тех, кто в этом году по тем или иным причинам не сможет увидеть космические явления воочию, ждет приятная новость. Летом этого года должны прийти снимки с нового телескопа Джеймс Уэбб. Он находится в так называемой точке Лагранжа, L2, системы Солнце-Земля. Тела Солнца-Земля и этот телескоп составляют равносторонний треугольник. То есть он находится очень далеко от Земли. Срок его службы предположительно 10 лет. И за эти 10 лет он должен выполнить огромное количество наблюдений. Это телескоп с самым большим зеркалом на орбите. Если у Хаббла диаметр зеркала, его цветоприемной части 2 метра 40 сантиметров, то у этого больше 6 метров. И причем это зеркало состоит из сегментов шестиугольников таких сот. И основная задача была, что не просто вывести его в нужную точку, но и чтобы он развернулся, собрал сам себя. Телескоп удачно вошел в работу. Теперь в сочетании со снимками с телескопа Хаббл мы сможем заглянуть за космические облака, увидеть образование звезд, рассмотреть невероятное количество деталей, которые мы никогда не видели. Благодаря спектрометру, которым оснащен Джеймс Уэбб, мы увидим экзопланеты. А ученые выяснят состав их атмосферы. Нужен ответ на главный вопрос – есть ли на них жизнь. Это станет одним из главных событий астрономии, о котором мы скоро все узнаем. Ну а снимки с Джеймс Уэбба предположительно будут в открытом доступе. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».